Моральный облик возмущает. За что подали в суд на Цымбалюк Романовскую? Бедная Виталина. Сворот собак набросилась на неё и пытается побольнее укусить. Они думают, что помогают Армину Джигарханяну, но на самом деле делают только хуже. Ведь правда всё равно восторжествует. В официальной группе Армин Джигарханян в социальной сети Facebook появилось сообщение. Дорогие участники группы, обращаемся ко всем и к каждому. 9 августа 2018 года состоится заседание суда над Виталиной Цымбалюк Романовской. Предлагаем написать на электронную почту суда письмо. Письма, охарактеризовав моральный облик подсудимой, о нашем всеобщем возмущении поведения последней на протяжении многих месяцев. Глумление и издевательство в СМИ над нашим достоянием, Армином Борисовичем Джигарханяном. Разумеется, написать тут есть про что. Как Виталина отдала свою молодость заботе о старике, как кормила его из мужички диетическими продуктами, водила под руку и буквально пылинки сдувала. Она всегда называла артиста исключительно на вы. И по имени отчество можно рассказать еще и про то, как в доверии к артисту втерлись мутные личности, называвшие себя его друзьями и доверенными лицами. И под шумок лишили его квартиры денег. Словом, письма получится содержательным. Внимание на экран. Что же вы Мазур взяли? Она же даже не профессиональная юристка. Мне не нужен был на то время адвокат. А ты? Не как профессионалы Виталина Цымбалюк. Кто? Что же касается анонсированного суда, то Цымбалюк Романовская обвиняется по статье 137 Уголовного кодекса. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространения этих сведений в СМИ. За это деяние по закону предусматривается наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. Но адвокат Виталина Лариса Широкова уверена, они не только смогут выиграть дело, но и посрамят многих из тех, кто сегодня окружает Джигар Каннина и придумывает ложь про его бывшую жену. Разоблачающие документы будут опубликованы в ближайшие часы.